Друзья, приветствую вас! Продолжаем нашу работу. Для тех, кто только подсоединился к нашему вебинару в 20 часов. Среда, значит, традиционно мы с Алексеем ведем наши технико-экономические вебинары. На 20 часов у нас, как мы его называем, расширенный, потому что начали мы в 19 часов для новичков. Поэтому новичков у нас каждый раз увеличивается количество, но, тем не менее, друзья, 310 человек, это, конечно, как бы нам не нравилось, и это, конечно, большие вебинары, но, друзья, еще буквально месяц назад, когда мы с Алексеем вели и в СВИГе, у нас стабильно было 600-700 человек. Но сегодня просто из-за того, что мы перешли и мы ведем теперь вебинары только от корневой компании, от РСВ и, соответственно, как подразделения Skyway Capital, то очень многие просто сегодня не знают о том, что сегодня вебинары ведутся здесь. Мои друзья, это, я думаю, очень быстро отрегулируется, потому что мы традиции не нарушаем, и традиционно по средам мы будем вести в 12 и в 13 часов вебинары для Сибири и Дальнего Востока, а в 19 и 20 часов вебинары для европейской части, то есть для тех, для кого это такое, пусть уже и вечернее, но все-таки еще не совсем позднее время. Так вот, друзья, мы, как вы уже заметили, традиционно сейчас вводим систему репортажей. Это делается совместно с отделом информационной поддержки, с Михаилом Кириченко, который является сегодня таким лицом и медийным лицом группе компании Skyway. Я считаю, нам очень повезло. Он действительно очень интересный человек, очень интересный актер, он профессиональный актер, он даже снимался в фильме в Голливуде. Если кому интересно, мы потом дадим ссылку обязательно на фильм голливудский, где он играл с первыми звездами Голливуда, поэтому он в совершенстве владеет английским языком, он очень интересен именно с постановками голоса, с постановкой игры. То есть, я считаю, что это очень интересная такая находка для именно информационной поддержки Skyway, которую мы сейчас делаем. И когда Михаил говорит, строй Skyway, спасай планету, ну, друзья, я думаю, что не только у меня, но и очень многих мурашки по коже бегут, и понимаешь, что это действительно звучит очень и очень серьезно, и очень серьезно к этому все относятся. А качество подачи информации вы, наверное, тоже обратили внимание, я сейчас уже обращаюсь и работаю, друзья, с теми, кто уже в проекте, и те, кто первый день, а кто-то у нас же не один год. Может название в фильме скинем? Да, обязательно, обязательно скинем, обязательно сделаем, просто у меня это сейчас под рукой нету, мы это самое в чаты скинем, а точнее, скажем так, я сейчас Михаилу напишу, чтобы он в чат сам выложил ссылку, потому что есть даже где-то комментарии об этом фильме, там очень интересно, он, кстати, там играл, как ни странно, директора Белаза, где там взбившийся Белаз, который управлял с техникой, потом там давил кучу народа, ну, в общем, такая, типично голливудский, типично такой американский фильм. Вот, ну, давайте, бог с ним. Значит, что у нас еще нового будет вводиться в ближайшее время, и мы с Алексеем планируем над работой? Мы хотим ввести еще один вебинар, но это уже для тех, кто будет ориентироваться именно на работу по тому направлению, которое мы с Алексеем лично ведем. А сейчас я бы хотел такую ввести форму, что, друзья, 23-24 апреля у нас в Минск, в Беларуси, будет проходить большое мероприятие Skyway, мы это назвали фестивалем, мы это назвали большим весенним праздником. Вот, у него несколько таких подогрев. Во-первых, это была встреча союзников, партнеров, единомышленников, те, для кого Skyway не пустые слова. Второе, это будет тот, кто участвует уже в проекте, является инвестором и хочет именно своими глазами увидеть то, что построено в Эко-технопарке, а тем более, я думаю, что это интересно будет для тех, кто там был 17 октября и видел, с чего началось, фотографировался около первых опор, которые только начали тогда бетонировать только площадку, и, соответственно, это будет интересно увидеть и эти промежуточные опоры, и монтаж путевой структуры, и сам вот этот логистический комплекс, который по пропускной способности соизмерим с аэропортом Дубая, то есть это порядка 60 миллионов пассажиров в год. Вот, поэтому я думаю, что это будет очень важно. Будет очень серьезная встреча с крупными инвесторами, то есть приедет ряд инвесторов, которые еще год назад инвестировали не одну сотню тысяч долларов, и я специально прошу этих людей приехать, чтобы они рассказали, показали, какое решение они принимали год назад, и на какое впечатление на них производит то, что сделано за этот год на полигоне, на именно Марьиной горке, поэтому это тоже будет очень интересно. Будет ряд делегаций, ряд мэров и губернаторов, и вот здесь вот, друзья, как раз есть такое предложение и просьба к вам, что кто считает, или у кого есть возможность, или он думал, что было бы интересно пригласить, либо потенциального крупного инвестора, либо кого-то из чиновников, либо просто человека, который мог бы оказать серьезное содействие проекту, то давайте мы на такого человека от лица, прям за подписью Анатолида Ивановича Юницкого, будем посылать приглашение, и я думаю, что это будет очень интересное потенциальное продвижение проекта. Мы для этого создали специально чат, его администрирует и курирует Лариса Артамонова, и поэтому подумайте, кто бы хотел предложить таких людей, то вы входите в чат, делайте предложение, вот, чат я вам сейчас почту скину, и в конце Алексей обязательно его еще раз продублирует. Вот так, секундочку. Так, вот эта ссылка. Так, вот, друзья, я сбросил ссылку сегодня, и, может, потом мы ее раскинем по чатам, раскинем по всем нашим ресурсам. Суть в чем, друзья, что мы хотим сделать эту работу нашу совместной, чтобы вы сами посмотрели, сами сориентировались, кого можно было пригласить из администрации мэров, городов, с кем вы общаетесь, кого можно было пригласить из бизнеса, потому что по опыту могу сказать, те люди, которые примут решение, и мы можем... Кстати, сейчас тоже мы активно ведем такую работу. Так, значит, струнный транспорт Путин не одобряет? Я не знаю, одобряет Путин или нет, но, наверное, когда ему расскажем, наверное, будет одобрять. Я думаю, что у него сейчас есть более серьезные проблемы, чем заниматься инновациями. Для этого есть специально подготовленные, как минимум, премьер-министры и вице-премьеры, которые за это отвечают. Так что, давайте, каждый пускай занимается своим делом. Так вот, друзья, сегодня я по просьбе наших очень многих партнеров, эта работа ведется с подачи Антудачи, и он меня попросил подключить к рядом консультации, когда для того, чтобы люди принимали решения, особенно из бизнеса или из чиновников, им нужна сегодня консультация, ну, как человека, который довольно-таки уверенно ориентируется в проекте и может четкую аргументацию, которая сегодня есть. Мы сегодня с Алексеем подготовили целый ряд таких вопросов, и сегодня очень мало людей, которые после встречи с нами, которые после консультации, у них остаются вопросы по участвовать, не участвовать в проекте. Не все становятся инвесторами, это, друзья, жизнь, но то, что мы можем ответить на 100% аргументированными доводами, это точно. И я сегодня очень много времени в день трачу по заранее согласованному графику по скайпу, когда мы общаемся сегодня с крупными чиновниками, бизнесменами из регионов, особенно это в преддверии подготовки ряда конференций, которые ведут. Поэтому это тоже ряд работы. И у меня к вам такое предложение, друзья, что если вы работаете с такого рода людьми, то подключите нас. Значит, все ваши интересы с точки зрения реферальных ссылок, с точки зрения вознаграждения, они все будут абсолютно соблюдены. Мы ни в коем случае не входим и не нарушаем тот принцип работы, который сегодня отстроен. Но для того, чтобы оказать консультацию и сделать это, мы, друзья, будем с большой радостью и с большим, скажем так, профессионализмом делать. И, соответственно, второй вопрос. Это приглашение. Если вы думаете или считаете, что мэру вашего города, вице-мэру, руководителю районного или транспортных, то есть в соответствии с кругом общения, который у вас есть, то давайте общаться, давайте предлагать через чат Артамоновой Ларисе, и мы будем на них присылать приглашение с описанием технологий, с описанием того, что мы предлагаем именно здесь делать. А по опыту могу сказать, люди, которые собираются, приезжают, тратят время, и потом своими глазами видят и Марьину Горку, и то, что находится в КБ на производственных площадях, на которых сегодня производятся уже первые юнибайки, идет активная работа по сборке юнипусов. Естественно, что, друзья, мы не всем можем это показать, не все можем рассказать, потому что есть четкое понятие сегодня коммерческой тайны, и здесь, друзья, мы будем давать информацию, естественно, только ту, которую можно давать уже нашим партнерам, инвесторам. Причем я могу сказать, что по мере того, как мы активно развиваемся, и количество работ, научных работ, технических работ, которые выполняются в КБ и в Марьиной Горке, мы все меньше и меньше, друзья, будем показывать это, извините, правила, которые сегодня уже нарушать нельзя, потому что наша с вами капитализация, друзья, это непосредственно проекты и сохранение ноу-хау, и сохранение технологий, которые мы сегодня создаем. Поэтому мы и так уже, друзья, идем на очень серьезные риски и показываем несколько больше, чем реально надо было. Но на сегодняшний момент, так как мы работаем по принципу краудинвестинга, когда демонстрация и отчеты могут быть только в такой форме, это, друзья, к сожалению, по-другому выстроить нельзя. Идеально, если бы мы все это сделали в закрытом режиме и показали только конечный результат. Но, друзья, тогда мы бы не смогли создавать ту доказательную базу, которую мы сегодня вам демонстрируем, которая позволяет отчитаться за те инвестиции, которые уже сделаны, и показать новым потенциальным инвесторам о том, куда мы сегодня зовем. Но я могу сказать, друзья, что в ближайшие месяцы, по мере того, как работа будет вестись все более и более технически важной, мы вот эти демонстрации и показы будем все больше и больше ограничивать. И я думаю, что недалек тот час, когда уже до окончательной демонстрации вообще будет закрыт именно информационный ресурс с точки зрения демонстрации ступаренной горки. Я думаю, что это будет воспринято абсолютно с пониманием, потому что, друзья, в защите технологий это тоже заключается наш бизнес. И Юницкий именно как человек, который очень серьезно ориентируется в защите интеллектуальной собственности в патентоведении. Поэтому это тоже одна из гарантий, что интеллектуальная собственность, которая сегодня реализуется уже в железе, в бетоне и в подвижном составе, она будет защищена, и наши инвестиции таким образом тоже будут прогарантированы. Это вот то, что, друзья, касается 23-24 апреля. Ну и самое главное, друзья, конечно, не забывайте и давайте относиться это как к весеннему празднику, как к фестивалю Skyway, и что он не зря идет на дату 23 апреля. Это празднование. Я думаю, что мы таким образом все поздравим Антона Юницкого с днем рождения. Я думаю, он служил, чтобы несколько тысяч человек собрались и в честь его праздновали таким образом день рождения. У него день рождения 16 апреля, но по просьбе его семьи, у него в этот же день рождения еще и у дочери, вот так совпало. И поэтому по просьбе, что 16 апреля это семейный праздник Юницких, мы на это не возражаем, а через неделю, в субботу 23 апреля, это уже будет общий праздник Skyway. Я думаю, что посадкой деревьев нам надо посадить около 2,5 тысяч саженцев, то есть действительно, чтобы это был город сад. И как Михаил Кириченко показал, что все, что в прошлом году сажали, все растет, развивается, в этом году уже будет свисти, все это будет интересно. Поэтому, друзья, давайте активно сделаем, поддержим и сделаем и себе праздник Skyway, и Юницкому поздравлению. И вообще это наш общий активный революбаль. Дальше у нас будут еще ряд событий, и естественно, что ключевым событием 2016 года это будет октябрь, когда будет уже проведена серьезнейшая презентация ряда направлений, ряда технологий, которые планируются уже на конец октября 2016 года. Туда сразу могу сказать, уже планируется несколько правительственных делегаций на очень высоком уровне. Кстати, вот тут был вопрос по Австралии, по тому, как развивается проект и как дальше движется. Я могу сказать, что там, в Австралии сейчас проработана очень серьезная рама. Туда ждут Анатолия Юницкого с Виктором Бабуриным, но по разным причинам. Не исключено, что они туда по тому графику, который сегодня есть, поехать не смогут. И сегодня уже идет обратное предложение со стороны Австралии, что не исключено, что 23 апреля может приехать наоборот к нам сюда на фестиваль делегации Австралии с министрами, с вице-премьерами, с крупнейшими бизнесменами в области металлургии. Поэтому, естественно, друзья, мы всегда рады будем их видеть. Я думаю, что из этого наш праздник станет не менее важный, а наоборот даже, так сказать, еще и такого приобретет статусность международного с точки и зрения Австралии. Но в любом случае, как бы это не развивалось, до 23 апреля, я думаю, либо Антон Дуарович поедет в Австралию, а там готовится уже прием его на самом высоком уровне. Соответственно, там готовится лекция для студентов, уже с залом несколько тысяч человек. Это все тоже, друзья, будет идти в развитие проекта Skyway. И на сегодняшний момент, если уже переходить к теме того, что мы сегодня хотели доводить и делать, это именно аспекты технологий, которые сегодня отличают и показывают, почему же капитализация, о которой мы сегодня говорим, она исчисляется не то, что уже десятками, сотнями миллиардов долларов, а это триллионы долларов, и это не пустые слова, а это физические, экономические и технологические расчеты. И на прошлом вебинаре мы провели очень серьезный вебинар такой с обоснованием, с показанием того, что сделано уже в продувке, то, что получили в Санкт-Петербурге с точки зрения аэродинамики. Это действительно переворот аэродинамики подвижного состава, потому что тех коэффициентов, которые получены уже при практической продувке сегодня, в принципе, быть сегодня уже улучшить практически невозможно. Есть сравнение с авиацией, с автомобилями, Алексей еще на этом остановится чуть позже. Но с точки зрения аэродинамики подвижного состава улучшить сегодня, наверное, уже практически невозможно. И вот альбом, на который мы уже ссылались, я его показывал, это тот доказательный база, который был представлен экспертному совету Минтранса, после которой технология Skyway признана реализуемой и инновационной. Вот здесь вот как раз в разделе аэродинамика колесного транспортного средств есть расчеты. Алексей обязательно давал ссылку и даст еще на этот альбом. Мы обязательно его распечатаем каждому участнику, который будет на конференции в Марьиной горке. Так вот, смотрите, коэффициент аэродинамического сопротивления, который взят теоретически 0,05, соответственно, с разницей с самым лучшим подвижным составом, который сегодня существует, это 0,2. Так вот, за 25 лет только миллионам юнибусов, которые будут использовать эту технологию, сэкономят 22 миллиарда, тонн топлива стоимостью 20 триллионов долларов. Это в сегодняшнем исчислении. Так вот, я могу сказать, что это сегодня расчеты, которые идут из практического применения, из практических исследований, которые сегодня сделаны. И могу сказать, что на сегодняшний момент все эти теоретические расчеты подтверждены практически. И сегодня есть все заключения, все официальные документы, которые подтверждают, что все эти расчеты верны. А, соответственно, значит, верна и экономика, и себестоимость, и оценка интеллектуальной собственности. И, соответственно, все, что сегодня происходит, это является дополнительным уже научным подтверждением того, что мы с вами, друзья, говорим. Для кого это не является доказательной базой, то есть вот сейчас слайд, это уже тот слайд, который идет из того буклета, который я вам сейчас показал. Соответственно, друзья, если кто не понимает значимость и стоимость того, что есть, но здесь, друзья, называется не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Поэтому больше с точки зрения научного доказательства сегодня представить невозможно. Соответственно, дальше, друзья, если я тут общался с одним банкиром, он на это смотрел, он говорит, а я в это не верю. Ну, тут, знаете, друзья, это школьная физика, и здесь к этому можно относиться. Веришь ты к это, не веришь ты в это. Значит, ты можешь даже не верить тогда, когда будет построена трасса Skyway, когда будут ходить юнибусы, ты можешь ехать в этом юнибусе и говорить, а я все равно в это не верю. Будут, друзья, и обязательно такие люди. И ничего в этом ни странного, ни предубедительного нет. Так же, как сегодня, я сразу задаю вопрос. Вот, ребята, вы пользуетесь мобильным светом, мобильным телефоном, а вы знаете, как миллиард устройств набирает цифры, они связываются с другим миллиардом устройств, и каждая знает свое. Это же не из-за того, что вы на клавиатуре набрали 10 цифр. А это значит, уникальная электромагнитная волна ушла в эфир, и после системы преобразования пришла именно в то устройство, одно из миллиардов, кому вы его послали, где комбинация цифр, которые вы зашифровали свою волну, пришла именно туда. И когда начинаешь объяснять, что это пьезоэффект, что это возможности кремния, и только интегральные микросхемы позволяют сегодня это создать, для многих, друзья, это не то, что темный лес, они не могут это даже представить. Ничего в этом странного нет. Люди, которые не понимают, как работает мобильный телефон, они, тем не менее, этим мобильным телефоном пользуются. Точно так же, как люди, которые сегодня не понимают, как устроен Skyway, что такое струнные технологии, они будут на нем ездить, так же, как не понимая, что такое закон Бернули, и почему самолет, не махая крыльями, сегодня летает с большими скоростями. Вот, то есть для кого-то это тоже, с точки зрения физики, большой секрет. Но, тем не менее, все это работает. Это инженерные решения. Эти инженерные решения сегодня нам дают те плоды цивилизации, которым мы пользуемся. Мы пользуемся сегодня возможностью мобильной связи, мобильного интернета, скоростного перемещения с помощью авиации. Мы пользуемся сегодня индивидуальными автомобилями, сжигаем миллиарды тонн нефтепродуктов, выбрасывая их сегодня, и потом сами же этим дышим, едим, пьем. Это тоже плоды технологии, которая сегодня называется техногенная. Мы переходим сегодня в шестой технологический уклад, технологию, которая уже несет следующий концепт, и это тоже введено Юницким еще в 76-м году. Это экогенная технология, то есть технология, которая не давит, не ухудшает природу, а улучшает, делает и в шестом технологическом укладе 70% энергии, которая потребляется в человечестве, будет на возобновляемых источниках. И, соответственно, жилье будет, и Эллен Маск уже продемонстрировал PowerRule технологии, которые будут делать автономные и независимые источники для жилья. Технология SkyWay позволяет утверждать, что система перемещения также будет на возобновляемых источниках, и весь шестой технологический уклад, то есть в ближайшее время, позволит снизить потребление сегодня углеводородного сырья более чем на 70%. Дальше, если вы задаете вопрос, что дальше, значит, уже сегодня прорабатывается концепт седьмого технологического уклада, который сделает нашу планету 100% экологичной, а все вредное производство, все, что связано с давлением на экологию, будет вынесено за пределы атмосферы. Это, друзья, следующие наши вебинары, это следующая наша работа, и мы как раз будем показывать, что та экономическая и технологическая школа, которая сегодня развивает технологию SkyWay, которая сегодня приступила уже к ее практическому запуску, и запуску с точки зрения демонстрации, и запуску с точки зрения построения адресных проектов капитализации, и запуск с точки зрения построения многоуровневой холдинговой структуры корпораций SkyWay. Соответственно, также сегодня уже ведутся работы, ведется концепция по формированию следующей технологической платформы, и здесь я могу сказать, это абсолютная 100% научная новизна, потому что если вы наберете Википедии, наберете интернет, седьмой технологический уклад сегодня серьезно не обсуждается, и тем более сегодня не говорится о технологии, которая будет являться ядром технологического уклада. Это абсолютно наша технологическая разработка, это абсолютно новизна и приоритет той технологической научной школы, которую сегодня создал и развивает инженер Юницкий, и мы все являемся последователями именно этого направления, и мы с Алексеем развиваем именно экономическое научное направление, которое показывает ядро технологического уклада, именно транснет, как агрегированная технология, так же, как в свое время интернет, это агрегированное понятие, которое показало создание целой индустрии, целого направления, и мы знаем героев, мы знаем капитализации компаний. Так вот, если сегодня, вот я только смотрел исследования основных сценариев развития экономики на ближайшие 10 лет, одно из них, это исследование McKinsey, так вот, McKinsey это один из уважаемых сегодня наших, скажем так, партнеров, наших очень авторитетных экспертов, с кем мы сотрудничаем, это институт экономического прогнозирования McKinsey, так вот, у них есть очень интересная фраза, такая, которую сегодня только увидел, что если сценарий, который сегодня доминирующий не ленится, то ближайшие 10 лет мировую экономику ждет очень серьезная рецессия, и она будет несколько снижать темпы роста и, соответственно, темпы капитализации. Так вот, я могу сказать, что, друзья, наша технологическая экономическая школа утверждает, что за ближайшие 10-15 лет будет не рецессия, а как минимум удвоение мировой экономики, то есть удвоение мирового ВВП, соответственно, для евразийского пространства и России это будет намного более серьезной цифры, то есть не удвоение, а увеличение вполне приемлемо до 10 раз, вот, а такие страны, как Монголия, как Казахстан, еще ряд именно среднецентрально-евразийских стран, для них темпы роста будут еще больше, потому что они сегодня находятся практически на нулевой точке. Вот, соответственно, все это произойдет благодаря технологии SkyWay, и та капитализация мировой экономики, которая пройдет, и увеличение ВВП, соответственно, позволяет утверждать, что рынок транспортных технологий, тот, куда мы входим, он сегодня исчисляется десятками триллионов долларов. Естественно, что кто первый войдет на этот рынок, кто первый будет обеспечивать сегодня технологию, которая будет востребована всеми, а это как раз технология SkyWay, тот и, соответственно, может реально претендовать на существенную роль этого рынка. Что мы, друзья, сегодня и делаем, это наша задача, и то, что мы запустили краудинвестинг, то, что мы сегодня можем демонстрировать крупнейшим игрокам и крупнейшим сегодня заказчикам уже готовую технологию. Это как раз, друзья, результат того, что мы с вами достигли, того, что мы с вами сделали и того, что мы с вами делаем. Расслабляться на этом, естественно, друзья, ни в коем случае нельзя. Нас ожидает еще серьезнейшая большая работа по дальнейшему финансированию краудинвестинга, именно корневой технологии. Когда придут крупные инвесторы, и они у нас перехватят эту эстафету и дальше будет развиваться уже более, скажем так, быстрыми шагами, потому что в ближайшее время ожидается приход уже не то, что десятков и сотен миллионов долларов, а это будут цифры соизмеримые уже там с девятизначными цифрами. Игроки, которые сегодня все больше и больше обращают внимание на технологию, это как раз, друзья, естественное развитие того, что мы с вами сделаем. Мы с вами, друзья, уже за эти два года сделали, на мой взгляд, я говорю со своей точки зрения, два года назад я считал, что то, что мы с вами сделали краудинвестингом, сделать невозможно. Сейчас я признаю, что да, когда запускали, я был неправ, я считал, что невозможно такой проект и такую технологию запустить без крупного государственного игрока, без крупного акционера, который, как мы так называли раньше, стратегическим инвестором, а сегодня я могу сказать, мы это, друзья, уже сделали. Мы с вами сделали уже невозможное. Мы обеспечили финансирование КБ, мы обеспечили финансирование конструкторского бюро и мы обеспечили то, что сегодня начинается очень серьезная игра с развитием технологий Skyway. Когда очень серьезные инвестиционные группы, очень серьезные инвестиционные банки начали рассматривать технологию Skyway именно как основной стержень развития шестого технологического уклада и капитализации того, что будет происходить именно в ближайшие 5-10 лет. И я могу сказать, что до конца этого года, особенно после октября, вы увидите приход очень серьезных уже инвестиционных групп, которые будут работать в технологии Skyway, которые будут с нами партнерами. Потому что то, что мы с вами уже сегодня сделали, Юницкий продемонстрировал и в Институте аэродинамики при продувке, и при строительстве, и при тех технологических решениях, которые сегодня частично приоткрываются для инвесторов, это уже является настолько доказательной базой, с которой спорить сегодня не то, что невозможно, а чем дальше, тем более становится глупо. И как раз вы помните еще и год, и полтора года назад мы произносили очень интересную такую формулу, что для таких крупных игроков всегда не хочется быть первым, они не хотят быть первым, чтобы не рисковать деньгами, но они не хотят быть вторыми. И вот сейчас, друзья, начинается гонка за тех, кто не хочет быть вторым. И я могу сказать, друзья, это выглядит со стороны иногда даже очень забавно, потому что все это отчасти проходит на моих глазах. Но все это, друзья, абсолютно прогнозируемо, абсолютно есть. Поэтому сейчас у нас есть с вами уникальнейшая возможность краудинвестингом за счет тех венчурных премий, тех дискаунтов, которые у нас есть, сегодня получать и формировать те инвестиционные пакеты, которые мы с вами делаем. Я могу сказать, друзья, не за то время, когда такой возможности больше не будет. И здесь уже, друзья, то, что будет на тот момент сформировано, а это примерно, я говорю, середина осень этого года, то, друзья, и будет уже являться нашим капиталом. Но я считаю, что это будет хорошим вознаграждением за тот риск, который мы с вами несли и несем, за ту работу, которую мы с вами делали и делаем. И, соответственно, очень многие люди, которые сегодня будут обладать крупными пакетами, это будет и семейным бизнесом. И потом действительно достойным вознаграждением за то, что сегодня мы отчасти из-за того, что не верят, вопреки общему мнению, вопреки мнению, у меня очень многие пишут, что близкие семьи не понимают, друзья, коллеги не понимают. Друзья, я в проекте 15 лет, и вы знали, что приходилось в это время проходить, когда мои ближайшие друзья считали, что я сошел с ума. Когда занимаюсь этим проектом, вместо того, чтобы чем-нибудь торговать и что-нибудь зарабатывать. Все, друзья, за это время было. И вы, каждый из вас, сталкиваетесь с этим вопросом. Но я думаю, что сегодня кто в проекте, кто реально разобрался и кто видит, что происходит, ему не зазорно за то, что он занимается, ему не стыдно ту информацию, которую он несет, и, соответственно, не стыдно предлагать людям участвовать в такого рода проекте. Поэтому, друзья, давайте я передаю слово Алексею Суходоеву. Я думаю, что в этой аудитории представлять Алексея уже не надо. Вы все знаете этого молодого талантливого парня, который два года назад только подключился к этой работе, а сегодня является одним из ведущих экспертов, одним из ведущих директоров именно по развитию и по продвижению проектов. И я могу сказать, это уже по секрету, что еще в ближайшие месяц-два мы его увидим совсем в другом качестве, в других вещах. И, к сожалению, я без знания языков, у Алексея свободное владеет английским и французским, поэтому многие переговоры будет вести уже он. Моего опыта и моих знаний здесь уже будет абсолютно недостаточно. Алексей, тебе слово, а я потом после этого еще сделаю несколько завершений с точки зрения экономической оценки, потому что нельзя не сказать то, что сегодня происходит за нашим бортом экономического ковчега Skyway. Алексей, тебе слово. Благодарю Сергея Анатольевича, здравствуйте еще раз, дорогие друзья, здравствуйте тех, кого уже видел на вводном технико-экономическом вебинаре. То есть данный вебинар расширенный у нас, ориентированный уже на тех, кто вошел в технологию, то есть здесь уже мы обсуждаем достаточно серьезные, иногда сложные вещи. Так, погромче. Пожалуйста, напишите меня, как... Хорошо, хорошо слышно? Поставьте от 1 до 10, насколько меня слышно. И я сегодня хотел бы остановиться на этой теме. На мой взгляд, достаточно интересная и важная тема – это получение именно стандарта менеджмента качества предприятия. Это так называемая ИСА, ИСА 9001. И хотел бы, чтобы каждый из вас осознавал и понимал важность этого мероприятия, насколько важно оно при развитии нашей корпорации. И немножко хотел бы рассказать о том, что такое ИСА и вообще зачем это все нужно, то есть от серии международных стандартов вписывают требования к системе менеджмента качества и предприятий. И, соответственно, это необязательная на самом деле аккредитация, и это не является каким-то незыблемым качеством продукта, непосредственно не гарантирует высокое качество продукции. Но это тот мост, который необходим между потребителем и, соответственно, тем, кто поставляет продукт, то есть поставщиком. И на самом деле те постулаты, которые имеют в своем качестве ИСА 9001 – это те постулаты, которые следует соблюдать действительно каждому человеку, то есть это планируй, делай, контролируй и действуй. Это в том числе те постулаты, которым вас обучают на многих тренингах по личностному росту. Это элементарные сгоны, которые следует соблюдать. И на самом деле это вообще минимальный уровень, что касается стандарта качества и к системе менеджмента ИСА 9001 – это то, что необходимо той корпорации, тому предприятию, которое планирует выходить на международный уровень, на международный рынок, необходимо действительно пройти вот эту сертификацию. И остались считанные шаги. На самом деле внутренний аудит также в ближайшее время будет пройден, как вы видели в видео. И, соответственно, цель серии стандартов ИСА 9000 – это вообще стабильное функционирование системы менеджмента качества продукции предприятий-поставщика и его взаимодействие, как я уже сказал, с предприятием-потребителем. И очень важно понимать вообще, что ИСА 9000 – это тот стандарт, который имеет в себе достаточно серьезные заложенные принципы. То есть это первая сфокусированность на клиенте. И на самом деле те предприятия, которые прошли сертификацию по стандарту качества ИСА 9001, те предприятия гласят, уже имея этот стандарт, что они сфокусированы на клиенты, что они заявляются на лидерство, что они максимально эффективно и вообще широкомасштабно задействуют свой персонал в решении различных задач по улучшению взаимодействия и совершению различных процессов на предприятии. Что постоянно идет усовершенствование, и я думаю, с этим невозможно поспорить, именно понимая, что генеральным директором и генеральным конструктором международной корпорации СКВ является Анатолий Эдуардович Ницкий. То есть это тот человек, который в 70-х годах придумал, как вывести промышленность в открытый космос. И, естественно, основное качество лидера, я бы хотел сказать, что нужно действовать и совершать решения в реальных показателях и не отходя от реальности, не надевая каких-либо иллюзорных розовых очков. То есть принятие решений должно основываться на реальных показателях. И, естественно, управление взаимодействием между отделами и так далее. То есть многие эти моменты и аспекты имеют место быть, и сейчас нам нужно просто пройти определенные процедуры и получить этот стандарт, то есть соответствовать уже требованиям ИСА-9001. Это необходимо именно для экспорта на рынки для Европы, для стран. Это независимая, так скажем, оценка качества, соответствия стандартов качества, принятым в мире. И для членцев в различных партнерствах это также необходимо. Где сертификат ИСА, это необходимые условия для вступления. Ну и, соответственно, так как мы формируем на сегодняшний день новую отрасль, новую транспортную индустрию, то этот стандарт, серия международных стандартов, система менеджмента качества и администрации предприятий жизненно необходима для нас. И для чего я это сказал, чтобы не казалось для вас, что просто так, непонятно зачем, захотелось внедряться данная серия международных стандартов. Это закономерные ступени, которые необходимо пройти на самом деле тем людям, тем предприятиям, которые на сегодняшний день имеют, так скажем, серьезные амбиции, и серьезные намерения идти в международный рынок. Без этого вхождение в международный рынок будет более неправильным, некорректным и, соответственно, шансы понижаются. Так как мы уверены в нашей продукции и, соответственно, уверены в качестве нашей продукции, то я могу сказать, что мы с легкостью пройдем все эти процедуры и получим ИСА-9001. Также есть ИСА-9004 и так далее, различные, но о них уже при непосредственно прохождении данных процедур, данных стандартов мы будем рассказывать. И о чем я хотел бы вообще рассказать новичкам, те, кто сейчас только присоединились к проекту, то, что, дорогие друзья, вообще год в Skyway считается за 10 лет. И то, что происходило, допустим, когда Михаил Геннадьевич Делягин вещал про проект и когда приглашался данный человек также на конференции, это было непосредственно в отношении именно лет брать, это не такой долгий срок, но если говорить про время, которое прошло в Skyway, это кажется очень и очень долго, потому что все начиналось с дискаунтов 1 к 2,5 тысячам и на самом деле такие дискаунты больше никогда не вернутся, максимум на что можно рассчитывать, это 1 к 1000 и то для этого должен быть очень существенный, серьезный повод. И на самом деле те специалисты, которые подтвердили то признание, которое действительно охватило нашу технологию и я думаю, что продолжить в ближайшем охватывать, это заслуга нас с вами, дорогие дамы и господа. И Род Хук, бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, который вошел в качестве обычного инвестора, инвестировал некоторую сумму фунтов на тот момент еще, то есть в личном кабинете были фунты и для меня было очень важным и показательным, что человек такой величины он также инвестировал и соответственно сумма естественно не разглашается, но на равных условиях краудинвестора, на равных условиях народного инвестора человек такой величины также проинвестировал. И далее изучалась схема работы компании, технические составляющие и соответственно начали происходить делегации, произошло посещение в том числе австралийской делегации техноэкопарка в Минской области на Мариной горке. И дорогие друзья, на самом деле это закономерные процессы того, что технология активно развивается, наше строительство активно развивается и соответственно то, что было недостижимо сейчас, о чем мы мечтали в 2017-2018 годах, это сейчас уже в этом году будет теоретически достижимо. Теоретически, возможно, потенциально, я всегда буду повторять эти слова, пока пакт совершения не произошел. То есть, имеем все перспективы и возможности к закрытию финансирования корневой технологии уже в этом году. И, дамы и господа, те железобетонные аргументы, которые мы имеем, то есть, это признание серьезной, государственной, независимой консалтинговой высшей компании MBM, австралийской, которая представлена во многих регионах стран мира. Это очень высокая оценка на уровне исследования и когда изъезжены вдоль и поперек, так скажем, схемы финансирования, юридические схемы, все технические нюансы, составляющие. И наша технология была признана действительно перспективной к внедрению во всем мире и одной из самых перспективных на сегодняшний день технологий вообще в транспортной индустрии. Я хотел бы также сообщить, дамы и господа новички, что мы также прошли 11 февраля 2016 года, то есть, вот-вот недавно экспертный совет при Министерстве спорта Российской Федерации. И вы можете посмотреть протокол от соответствующей даты уже непосредственно на сайте Минтранса Российской Федерации. Многие спрашивают, почему убрали, допустим, этот протокол, почему он был, потом появился, потом снова был убран. На самом деле ответ очень прост, потому что наш проект развивается достаточно странным способом для современной корпорации, но очень нужным и очень важным в данный момент. Потому что крупные инвесторы не заинтересовались бы абсолютной технологией Skyway, если инвестиции малой и средней руки, так скажем. Потому что эта модель будет также применяться и в Австралии, и в Ирландии, и в различных адресных проектах. Задумайтесь над тем, что именно серьезное развитие проекта приходит после мелких инвестиций. И крупные инвестиции действительно по логике вещей будут проходить после того, когда мелкие и средние инвестиции будут уже идти в проект. И это же касается именно территории Российской Федерации. То, что сейчас это признано экспертным советом, чуть позже это будет признано непосредственно, я думаю, Министерством транспорта Российской Федерации. Пока этого не произошло, не будем говорить об этом конкретно. Но как раз таки путь направлен на это. И далее это выход на серьезные государственные тендеры. Это к вопросу задавали в чате, а когда будет построен городской пассажирский транспорт. На самом деле в Российской Федерации это зависит не только от ЗАО струнной технологии, ЗАО струнной технологии дает все возможности и все варианты возможного строительства на территории Российской Федерации в самых суровых климатических условиях. В том числе северный широтный ход, арктические фактические условия, также болотистая местность и многие-многие условия климатические типа рельефа, местности, которые невозможны абсолютно к освоению. При обзоре железнодорожной промышленности, при строительстве железнодорожного полотна. И как раз таки технология Skyway и Министерство транспорта Российской Федерации признала это, что не Министерство транспорта Российской Федерации, пока они не признали экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации, официально признали нашу технологию инновационной, инновационной составляющей и рекомендованной к внедрению в различных регионах Российской Федерации. Дорогие друзья, это действительно железобетонные аргументы, которые мы имеем с вами на руках и которые нужно доносить тем людям, которые только присоединяются к проекту. И если вкратце рассказать про аэродинамику, то я могу сказать, что на самом деле логичным то, что у нас очень высокий коэффициент аэродинамического сопротивления, так как форма обтекаемого тела похожа на вытянутую каплю воды CX равен 0,04. То есть это максимально достижимый, но есть различные технологические составляющие, обводы корпуса и так далее, есть определенные пределы. Я думаю, что если это даже будет 0,06, то это будет достаточно серьезное заявление в мире аэродинамики, транспортной аэродинамики. И если говорить вообще про возможные CX самых уникальных по аэродинамике автомобилей, то вообще CX равен максимально возможной 0,14, 0,16. Думайтесь, у нас возможен 0,05, 0,06, а в автомобиле самым явленным равен 0,14, 0,16. У Bugatti Vero напоминает 0,3. Более того, форма именно уходящего такого хвоста, как мы видим на подвижном составе, она неудобна для функционирования автомобилей, так как идут позади ведущие автомобили и, соответственно, это будет мешать и вызывать опасность дорожно-транспортного происшествия и так далее. Чего никогда не будет на путевой структуре Skyway, потому что автоматизированная система управления, потому что абсолютно упорядоченное движение, даже если не байк, вы будете ездить, запитывая велотягой, то вы будете перемещаться в потоке. Чего не скажешь о современных автомобилях. И на самом деле можно все это дело сравнить с гужевым транспортом. Уже пора пересаживаться с лошадей на более современные транспортные средства. В данном случае мы функционируем, что как раз таки современными транспортными средствами уже ближайшего будущего. Это не десятилетие, это не пятилетие, что вы увидите. Первые подвижные составы, они появятся уже в ближайшие годы. И дорогие друзья, на самом деле вот те факты, что 300 сильный двигатель бензиновый выделяет в виде тепла около 450 кВт. Вдумайтесь в это, этого хватило для отопления бы нескольких особняков. И это выделяет всего лишь один бензиновый двигатель. И достаточно много таких двигателей сейчас в моде именно мощные автомобили, особенно в США. И наоборот, о каких снижениях нагрузки на экологию можно вести речь, когда гонятся за мощностью, невзирая на расход топлива, невзирая на загрязнение окружающей среды. И как раз таки этому огромное внимание изначально уделил Анатолий Эдуардович Ницкий. Поэтому наша технология экогенная и имеет коэффициент аэродинамического сопротивления, значительно превосходящий даже современный самолет. Вот, собственно, такой небольшой экскурс. Благодарю, дорогие друзья. Меня зовут Сухадоев Алексей. До скорых вебинаров. И я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Он расскажет уже непосредственно про то, что происходит уже сегодня. Здесь, сейчас, что волнует, я думаю, каждого гражданина Российской Федерации. И насколько мы с вами можем эту ситуацию исправить, инвестируя в технологию Skyway. Строй Skyway, спасай Россию. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, спасибо. Ну, ты, Алексей, далеко там не убегай. Я тебе еще слово передам по поводу вот тех пакетов и той работы, которая сейчас ведется. Потому что еще надо будет там ряд прокомментировать, сказать. Поэтому, ну, здесь вот пока я с удовольствием читаю чат. Я не сторонник, сразу могу сказать, выключения чата. Тем более, кого-то удалять. Хотя, бывает, что появляются такие хулиганы или, как мы их называем, засланцы. Вот, которые просто начинают портить жизнь там тем, кто ведет вебинар или тем, кто находится на вебинаре. Ну, здесь, друзья, я прошу к этому относиться абсолютно терпимо. Смотрите, потому что таких людей сразу видно. Тем более, когда идет откровенное хамство. Ну, вот, я сам не допускаю никакого хамства на вебинарах. Я считаю, что у нас все-таки добровольное такое сообщество. И они знают, чем они занимаются. Тем более, это не для новичков, куда может попасть там любой... Ну, просто занести нелегким ветром, и люди позволяют себе какие-то грубости. Там я вообще очень спокойно отношусь. Вот, а здесь все-таки, друзья, мы делаем очень большое, серьезное, нужное дело. И все остальное, это просто показывает несерьезность или там мелочность. Или уже, я могу сказать, специальный злой умысл определенных людей, которые есть. Поэтому, друзья, если, понимаете, я вижу, когда люди такого рода общаются или пишут, тем более, вот такого рода сообщения, это говорит об их уровне, первое. И второе, их умышления. И тоже я сознательно, то есть у нас был вопрос ставить специального редактора, который будет читать и удалять их с вебинаров. Ну, я думаю, что, друзья, по мере того, как вот сейчас вы читали комментарии, большинство людей вот на такого рода очень резкие или беспардонные надписи, они реагируют правильно. И это, друзья, самая главная вещь, что большинство людей, которые собираются, которые работают в проектах, это нормальные, порядочные люди, которые... Но всегда, как говорится, мир не без добрых людей, встречаются ряда неадекватных людей, и, к сожалению, они тоже есть в том сообществе, которое мы с вами организовали, это уже десятки и сотни тысяч людей, есть и такое. Ну, еще, друзья, я говорю, не надо забывать, это о специальных злоумышленниках. Вот у нас на прошлом вебинаре был специально там подставлен человек, который просто, вот задача которого была усложнить жизнь. Ну, что, друзья, это, опять же, давайте и к этому тоже относиться спокойно и с терпением, потому что это тоже правило игры, по которым идем. И здесь я предупреждал, и еще буду предупреждать, что, друзья, сейчас подходит это время, и у меня четко есть информация из очень серьезных источников о том, что в ближайшее время будет вылито огромное количество грязи на Юницкого, на проект, на его семью, на меня. Даже на Алексея он попадет под раздачу, там, так сказать, еще это. Поэтому, друзья, относитесь, и мы сразу предупреждаем, относитесь к этому разумно, относитесь к этому спокойно, потому что нельзя быть хорошим для всех, когда делаешь такой проект. Есть конкуренты, есть завистники, есть злоумышленники, которые, так сказать, работают против только потому, что Баба-Яга против. А когда сегодня, друзья, выжимаете, мы подходим к результату, мы достигаем оценки и достигаем целей, задачи, которые ставят, я могу сказать, что я лично знаю ряд людей, которые, чем больше мы достигаем и делаем, им просто плохо становится физически от того, что у нас что-то получается. Потому что они считают, что недостойны без них этот проект развиваться. Есть ли такие люди? И тоже абсолютно, друзья, спокойно, абсолютно грамотно, взвешенно. И еще раз, когда эта волна пойдет, мы заранее будем давать вам эту информацию. Но просто имейте в виду, что тот негатив, который сейчас начнет готовиться и литься, он подготовлен очень грамотно, он подготовлен очень серьезными людьми. И очень многие, я могу сказать, ну очень многие, неправильно сказать, некоторые на это ведутся и в это поверят. Поэтому спокойнее, друзья, то, что сейчас делается, это только цветочки. И такого проекта не может быть иначе и не может быть по-другому. Так, теперь был очень интересный вопрос по поводу, ну такой важный, я считаю, Ольга задавала вопрос по компенсации. Я в чате ответил, но, друзья, для всех, что на фестиваль приглашаются все, но, друзья, приглашаются инвесторы. Не ставится ограничение по поводу суммы инвестиций, это тысяча, десять тысяч, сто тысяч или десять долларов. Но это, друзья, абсолютно разница никакой. Главное, чтобы это была встреча партнеров. Компенсация будет проходить по текущему дисконту на акционный счет. То есть мы это рассматриваем, что это поездка и это затраты вашего времени, ваших денег. Это идут как инвестиции в проект. Поэтому будет отработанная система, но она в SkyWay была всегда. И более того, я могу сказать, что даже определенный сбой, который произошел на 25 октября, что ряд людей, которые надеялись на компенсацию, которым была обещана компенсация, они ее не получили. Сегодня мы даже ряд этих проблем, ряд этих недоразумений регулируем. И те, кто был 25 октября и имел желание, возможно, по компенсации, ее не получил, это тоже, друзья, будет урегулировано. То есть это тоже вопрос идет, вопрос движется. Потому что я считаю, что лично за собой имею некую такую моральную ответственность, что я говорил, что будет компенсация. Но по разным, независящим от меня причинам, эти договоренности были нарушены. И СВИК эту компенсацию не обеспечил. Поэтому я могу сказать, что это тоже будет урегулировано. Поэтому, друзья, прежде чем сказать два не совсем приятных слова с точки зрения экономики, я могу сказать, что давайте, друзья, 23-24 апреля, это и празднование дня рождения Юницкого, это и встреча единомышленников, это и своими глазами, и своими ногами уже участие в строительстве экотехнопарка Марьина Горка, это и посадка деревьев, что тоже очень интересно, потому что никто не верил, что это будет сад, и что будут там тысячи деревьев. Просто физически организовать сегодня посадку такого сада, обслуживание такого сада, это дорого, все считали, это невозможно, кто за это будет платить. Друзья, даже этим мы покажем, что для Skyway, для экотехнопарка ничего невозможного нет. И что за то, чтобы посадить фруктовое дерево, люди платят деньги, чтобы приехать с разных уголков мира и участвовать в этом процессе. Даже это говорит о том необычности проекта, который сегодня происходит. И вы репортажи видели, наверное, мы с Алексеем уже посадили там не одно дерево. И я абсолютно уверен, что еще будет возможность в этом поступать. Будет очень много встреч интересных именно с людьми. Лично я, что гарантирую, это несколько инвесторов на не одну сотню тысяч долларов. И там будет один инвестор, который инвестировал еще полтора года назад, когда этот проект был абсолютно непонятным. И он с большим скептицизмом наблюдал за тем, что происходит. И только по прошествии вот этого времени, когда он сейчас увидел, что происходит, и узнал о тех событиях, которые идут в компании, он сказал, что я очень рассчитываю, что эта инвестиция сегодня у него сотни миллионов акций, что это действительно принесет результат. И это одна из самых удачных инвестиций в жизни, которую он сделал. И я искренне думаю, что это так и будет. А я думаю, что для людей, которые обладают каким-то сомнением, обладают каким-то этим, будет интересно пообщаться с таким человеком, будет интересно лично ему задать вопрос и, соответственно, получить ответ, как говорится, из-за их уст. Тем более, что там будут представители крупнейших инвестиционных фондов, которые управляют десятками миллиардов долларов и евро. И этим людям тоже можно будет с ними пообщаться и задать вопрос. И они также будут отвечать на свой интерес к проекту. Друзья, много чего будет интересного. И сам по себе этот фестиваль, сам по себе этот праздник, я думаю, что друзья, он того заслуживает, чтобы потратить на это определенное время, сделать определенные инвестиции, то есть получить еще пакет акций для своего семейного, своего инвестиционного пакета. Ну и просто пообщаться с единомышленниками, еще поиметь возможность сфотографироваться с директорами фонда, лично пожать руку Анатолю Дуаршу Юницкого, получить там его автограф на брошюре Skyway, потому что это, друзья, не за горами в то время, когда это будет уже просто несбыточной мечтой. Для многих и из нас, из акционеров, и вообще в мире, потому что, как вы понимаете, что доступность Анатоли Дуарши со временем, в мере того, как развивается проект, она, к сожалению, для нас будет уже много и много недосягаемой. Вот. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения развития проекта, это правильно. Вот. Поэтому, друзья, давайте, пока такая возможность будет предоставляться, и пока есть возможность лично поздравить, пользуйтесь этой возможностью. Так. На какой вопрос еще у меня там был интересный, который я хотел ответить? Так. Ну, значит, по переводу здесь, друзья, я думаю, уже никаких вопросов по конвертации обязательств нету. То есть, надо пользоваться этой возможностью, пока она открыта, и конвертировать все обязательства, которые есть в любом фонде, именно в обязательства к корневой технологии, тем более, что в Skyway Capital это отработано на автомате, в Skyway Invest Group сейчас отработан механизм, есть кнопка, поэтому переводите это, друзья, с точки зрения сегодня юридической защиты и юридической схемы, которая есть абсолютно правильное решение. Вот. И я с Алексеем, у меня там тоже, по-моему, там с десяток, даже чуть больше миллионов акций есть, с VIGI, я также буду их переводить в корневую технологию, чтобы они все были под одной юридической защитой, тем более, что схема юридическая отработана сейчас и как защиты тех инвестиций, которые уже сделаны, и как те, кто сегодня входит, она отработана очень грамотно, очень правильная, вот, поэтому на сегодняшний момент этим надо пользоваться и это надо делать. Да, извините, но я ответил, что в капитале там периодичность установлена, в которой все обязательства капитала переводятся в РСВ. Вот, друзья, значит, под завершение вебинара, то есть, так как у нас технико-экономические вебинары, нельзя, конечно, не сказать несколько слов по экономической ситуации, которая есть, потому что мне тут на почту сейчас приходит огромное количество вопросов, чуть-чуть поднялась выше 40 долларов, а мне уже говорят, что вот, я же так предрекал падение, что как это происходит, вот опять все начинает расти. Ну, во-первых, друзья, за чуть больше года падение со 120 до 40, это уж не так сказать, что это жуткий рост, и потом с 27, небольшой отход к 40, это тоже, я думаю, что не такая активная работа, а с теми экспертами, а мы сейчас общаемся дальше по развитию работы с ведущими, финансистами, ведущими экспертами, которые финансировали и геологоразведку, и бурение, и нефтяные проекты, и сегодня они переориентируются и все больше присматриваются к тому, чтобы переориентировать возможности ресурса, которые есть, на финансирование проекта Skyway. И как раз при общении с этими экспертами высочайшего класса, они как раз ситуацию в нефтеотрасли, которая идет в России и вообще в мире, сегодня именно квалифицируют как катастрофическое. И здесь очень интересная цифра одна есть, что те страны, которые сегодня не собираются снижать добычу, это и страны-члены ОПЕКа, и независимые страны, такие как Иран. Первый показатель снижения добычи – это снижение бурения, то есть когда нефтяные страны перестают бурить и делать новые скважины для того, чтобы увеличивать добычу. Так вот, как вы думаете, собирается ли Саудовская Аравия снижать добычу нефти, если за этот предыдущий год она увеличила бурение на 40%. Такого количества скважин Саудовская Аравия не бурила никогда. Это значит, они сегодня инвестируют в то, чтобы увеличить добычу. Сегодня огромные средства инвестируют в бурение Иран. И, соответственно, не то, что единственная страна, а практически никто вообще сегодня не занимается новой геологоразведкой – это Россия. По разным причинам, даже не связанных с увеличением добычи, хотя мы вышли на исторический максимум добычи нефти в этом году, по-моему, на 12 или 520 тонн. Даже Советский Союз никогда не добывал такого количества нефти. Это говорит о том, что, друзья, основные производители не собираются сегодня снижать добычу. А с учетом того, что сегодня предложение уже превышает спрос, и сегодня Иран огромными темпами увеличивает свое присутствие на мировом рынке, это говорит о том, что, друзья, ни о каком тренде изменения о том, что будет снижаться добыча и снижаться баланс между спросом и предложением, быть не может. Почему приходится таким образом анализировать нефтяной рынок? Потому что вот эти вот 3 месяца, 4 месяца, они, друзья, показали абсолютно, что самостоятельной валюты, такой, как рубль, рассматривать нельзя, что он абсолютно следует за ценой на нефть. Поэтому какая цена на нефть будет, такая и будет курс рубля. Соответственно, нефть чуть-чуть подросла, соответственно, баланс доллар-евро стал чуть-чуть меняться по укреплению рубля. Начнет цена на нефть падать, соответственно, начнет падать наша, я бы уже сказал, национальной валютой, ее называть уже как-то даже и неприлично. Это рубль, который привязан к нефти. Соответственно, так как эксперты говорят, что мы увидим цену и в 30, и в 20, и в 10, и даже ниже и в этом году, и в следующем, то можно сказать, что те сложные времена, которые идут в бюджете России, в экономике России, если ее можно таковой назвать, а фактически это обслуживание нефтяной трубы, то мы это еще увидим, и это будет, соответственно, на наших глазах. И если бы мы с вами не занимались проектом Skyway, то это бы вызывало у меня, ну, скажем так, близкое к паническому настроению. Вот прошел недавно буквально Красноярский экономический форум, где выступили так называемые наши ведущие экономисты. Я даже не буду комментировать выступление Аркадия Дворковича, потому что это вообще какая-то несуразица улыбания и абсолютной пурги на том фоне, что происходит. Было очень грамотное выступление главы базового элемента Олега Дерипаски, но, как это ни странно, его выступление нигде в СМИ не прокомментировано, и практически я нигде не нашел сам текст этого выступления, хотя это было одно из грамотнейших и серьезных выступлений на этом форуме, когда Олег задал вопрос, что, друзья, а может быть мы перестанем заниматься ерундой и начнем заниматься экономикой, хоть что-то делать в тех условиях, которые есть, ну и, соответственно, аргументировал свою позицию. Вот. Так вот, такое ощущение, что этого выступления на этом форуме не было. А все остальные несли абсолютно... Шувалов вообще сказал, Игорь Шувалов, что, друзья, не обращайте внимания на курс доллара, это вас, живущих в России, не должно касаться никаким образом. Вот это, соответственно, для каких-то олигархов или тех, кто живет за границей. Поэтому, друзья, я могу сказать, что серьезность утверждения «Строй, скайвей, спасай Россию» это действительно становится программным заявлением, это действительно становится гражданской позицией, это действительно становится очень серьезным экономическим шагом, но по мере того, как развивается проект и двигается в разных частях света, я могу сказать, что, скорее всего, мы увидим проекты, которые будут реализовываться в Монголии, в Боливии, во Вьетнаме, в Израиле, то есть еще сегодня намечаются ряд точек. Вот. А в России это пойдет, наверное, всегда с каким-то лагом по времени и, как всегда, спохватятся и будут потом усиленными темпами делать чуть позже. Но это, друзья, для нас как акционеров, для нас как участников проекта, кто развивает это, с одной стороны, конечно, не радует, что первые проекты будут не в России, но в этом, друзья, нет ничего предусудительного, нет ничего странного. И если сегодня во множественных странах и во многих уголках, во многих компаниях сегодня проект SkyWay запускается, и сегодня недоверие или, скажем, противодействие наших чиновников вызывает больше, ну, скажем так, такую легкую разочарование, чем полное отсутствие того, что надо пробивать эту стену в бомб. Поэтому все, друзья, придет, все будем делать и будем реализовывать десятки и сотни проектов на территории и России, и СНГ. Но первые проекты, скорее всего, начнутся не в России, а в разных других странах и континентах, которые сегодня готовы к ее внедрению. Для нас, друзья, нету разницы никакой, какой первый проект пойдет, потому что все они будут давать капитализацию, все они будут давать сегодня дивиденды, на которые мы сегодня рассчитываем, и все они будут давать спрос на те обязательства, которые сегодня у нас есть. И неважно, где это будет сегодня, Боливия, Монголия, Вьетнам, еще ряд стран, которые сегодня обсуждаются, Гонконг, Монако. Поэтому проектов, друзья, очень и очень много, и все они пойдут двигаться одновременно. Но по мере того, как развивается сегодня ситуация и в России, и в Минтрансе, и о том, что сегодня Юницкого после экспертного заключения пригласили уже в рабочую группу Минтранса, которая рассматривает и стратегию, и применение технологий Skyway в различных проектах на территории России, это говорит о том, что ситуация радикально меняется, что ситуация создавать свою криптовалюту или переходить на уже известную... Значит, по криптовалюте, да, это очень интересный вопрос такой, но, друзья, сейчас я могу сказать, что мы будем работать в тех традиционных валютах, которые сегодня есть в России, это рубль, на евразийском пространстве, это те валюты, которым сегодня работаем. Акционеры компании, которые находятся в британском праве и на британских Виржинских островах, там рабочая валюта доллара, значит, расчеты все будут в долларах. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что мы диверсифицируем свою работу, и мы будем работать в основных тех валютах, которые сегодня применяются. Поэтому изобретать здесь какой-то на сегодняшний момент велосипед... Я не сторонник той теории, когда Миша Хазин рассказывает, что мировая экономика и Соединенные Штаты завтра рухнут. Знаете, я родом из СССР, и сам был комсомольским работником, и сам много рассказывал о загнивающем капитализме и вот-вот рухнущей капиталистической системе во главе с Соединенными Штатами, но за это время уже и прекратил существование Советский Союз, и сегодня уже начинаются очень серьезные изменения в том государстве, в котором мы сейчас живем. Вот, поэтому доллар и экономика Соединенных Штатов, в общем-то, стоит и в этом году дает даже очень неплохой рост. Поэтому, друзья, я могу сказать, что нам меньше надо заниматься политикой, нам меньше надо заниматься всевозможными инсинуациями на экономическими темах, а реально понимать то, что Skyway – это основа экономической системы 21 века, это то, что решит сегодня многие проблемы и в России, и в Евразии, и в мировой экономике в целом, а мы с вами, друзья, это создаем своими руками. И от нас очень многое зависит, что будет дальше развиваться, как будет дальше идти, и будет ли сегодня утверждение для десятков и сотен тысяч людей «Строй Skyway, спасай планету» пустым звуком, или это действительно руководство к действию. Я, исходя из той информации, которая у меня есть, и то, что вижу своими глазами, я могу сказать, что это реальность, и в начале вебинара задавались вопросы, а увидим ли мы это еще своими глазами. Друзья, я могу вас точно заверить, что мы не то, что увидим это своими глазами, и не то, что прокатимся на первом юнибайке, юнилете, юнибусе, а я могу сказать, что это войдет в нашу повседневную жизнь точно так же уверенно и четко, как вошел мобильный телефон, как вошел мобильный интернет, и как сегодня пятый технологический уклад, наш младший брат, сегодня влияет на нашу повседневную жизнь. Так вот, друзья, это не за горами, и это в абсолютно обозримом будущем, когда это станет реальностью, станет нашей повседневной жизнью, и когда мы себе не будем представлять, как мы жили без транснета, как мы жили без юнибайка, как мы жили без сегодня юнибуса, который будет у каждого, скажем так, стоять на кухне, как я люблю говорить. Ну вот, друзья, на этом я свою часть заканчиваю. Я еще раз передам слово Алексею, он буквально там 3-5 минут сделает еще одно дополнение, которое очень важно, мы считаем, и для новичков, и для тех, кто работает. А я, друзья, на этом с вами прощаюсь, и до следующей среды. Строй Skyway, спасай планету. Друзья, собственно, наш проект не получил бы широкомасштабное развитие, если бы не схема финансирования. Для дам и господ новичков я хотел бы вкратце буквально оповестить, что зайдите в личный кабинет и посмотрите те пакеты акций, которые на сегодняшний день вы можете приобрести. То есть это очень удобные пакеты для покупки в рассрочку, то есть каждый месяц вы выбираете на себя необходимую сумму, комфортную для вас инвестирование, и, соответственно, инвестируете каждый месяц, приобретая пакет с максимальной венчурной премией, с максимальным дискаунтом. Я сам покупаю, приобретаю пакеты в рассрочку, и, собственно, всем своим людям, тех в моей первой линии, в моей структуре, структура у меня больше 30 тысяч людей, больше даже 35 тысяч людей, насколько я помню, в свиге. И если говорить про все структуры, то это достаточно серьезный показатель, это мой личный рекорд по установлению именно в сетевом развитии. И даже Сергей Анатольевич не мог предположить, что как раз-таки народное финансирование, народный краудинвестинг через схему MLM возможен привлечение платок конституции и финансирование такого глобального масштабного проекта. И хотел бы всех обратить внимание на такую вот метку. То есть запомните, как она выглядит, потому что те люди, которые будут ею обладать, они будут обладать определенными преимуществами. Не то, что в проекте Skyway, а уже международной корпорации. Это будет давать привилегии. То есть такие привилегии есть у серьезных авиапоставщиков и так далее, услуг. И они есть у нас уже. Сейчас эта монета не из какого драгоценного металла и так далее. То есть это обычный абсолютно сплав, но ценность ее, поверьте нам на слово, достаточно серьезная. То есть Анатолий Эдуардович Уницкий рассказал определенному кругу людей, но мы дали обет молчания, что мы не можем распространяться о подобных преимуществах. Друзья, для обычного обывателя это будет достаточно серьезное подспорье пользоваться транспортом и, собственно, на данный момент инвестировать. Такой возможности больше не будет. Также вот как, допустим, приобрести подобную монетку. Не золотую, но имеющую ценность золотой. И хотел бы всех смотивировать, дамы и господа, на самом деле здесь на вебинарах мы собираемся не просто так. Мы искренне рады, что количество вебинаров именно с приходом нас, Сергея Анатольевича, в Skyway Capital, на входу на вебинарах технико-экономических растет, прибавляется, так скажем, нашим полку. То есть сегодня было 370, если не ошибаюсь, пик. Но, друзья, мы достигали 600. Мы достигали с Анатолием Эдуардовичем Яницким более 1600 людей. И давайте поставим цель. Действительно, это не так сложно. Просто рассказывать при таких подобных железобетонных аргументах это разве сложно? Это максимально просто. И более того, все люди, которые будут давать информацию о проекте Skyway, они будут нести благо в массы, потому что те люди, которые входят на данные стадии, они будут благодарить вас достаточно быстро, так как, опять же повторяем, возможное финансирование в корневую технологию может быть закрыто уже до конца 2016 года. Мы не просто так повторяем из вебинара в вебинар Сергея Анатольевича Мэдди слова. Мы не повторяли их полгода назад, мы не повторяли их даже два месяца назад. Но на крайних переговорах, на которых я также лично присутствовал, мы имеем право и имеем все предпосылки для того, чтобы это произошло. И, соответственно, говорим это не просто так. Пожалуйста, те, кто еще не слышит это, услышьте. И так как мы все желаем с вами, чтобы эта технология реализовалась, то без финансирования, на самом деле, сегодняшний риск недостаточного финансирования, он также, так скажем, без нескольких месяцев, максимум это до конца 2016 года, решен. И, соответственно, произойти может все, что угодно. Наш проект по-прежнему венчурный. Но, друзья, мы никогда не были настолько близки к потенциальному закрытию корневой компании, именно финансированию ее. И поэтому этой возможностью действительно нужно... Эта возможность может закрыться, и ключ от этой двери будет потерян, в забвении, так скажем, канет в лету, провалится в тартарары. И, собственно, все это уйдет в прошлое. Этого невозможно вернуть, как и все прошлое, которое разумные люди забывают, не вспоминают о нем. Но многие будут кусать лоб, рвать на себя волосы. Почему тогда я инвестировал? И, дорогие друзья, я когда-то упустил шанс инвестиций в Bitcoin, то есть это было в 2010 году. У меня была свободная сумма, при которой я мог достаточно серьезно приумножить свое денежное благосостояние. Я не использую эту возможность, о чем жалел, честно признаюсь. Но, собственно, это неприятное воспоминание было полностью, когда я встретил проект SkyWay. И сейчас эту возможность я не пропустил. И, собственно, акций SkyWay много не бывает. Дорогие друзья, пользуйтесь, пока есть возможность, есть шанс. И рассказывайте действительно всем окружающим людям, потому что ничего здесь стыдного и так далее не бывает. Меньше скромничайте, не нужно стесняться. И, собственно, я на дневном вебинаре сказал, что, как поет в песне Иван Дорн, не нужно стесняться, потому что о нашем проекте рано или поздно, но узнают все. Вопрос в другом. Будут ли вас благодарить люди за то, что вы дали информацию? И давайте в конце каждого вебинара просто подумаем, представим, насколько быстро это возможно к реализации. И хотели бы вы, чтобы это действительно максимально быстро реализовалось за счет наших совокупных синергетических усилий? Поставьте, пожалуйста, плюсики, восклицательные знаки, много восклицательных знаков, что действительно вы желаете, чтобы это реализовалось. Это наша энергия, это движет наш проект. Я хотел бы, чтобы все новички это видели. Это люди, которые живут проектом. И, друзья, это действительно супер, потому что когда-то после услышанной информации моя жизнь серьезно поменялась именно в плане развития проекта Skyway. И, собственно, я могу разделить то, что происходило до проекта Skyway, в бизнесе и так далее, в перспективах развития, и то, что сейчас ждет, и то, что уже произошло, уже после вхождения проекта Skyway. И что очень примечательно для сетевых лидеров, для интернет-предпринимателей, я буду непосредственно на вебинарах специализированных говорить, что возможно в проекте Skyway строить, строить и строить структуру. И люди будут действительно вам благодарны, а не тому, что вы их привели в проект, проект рухнул, и вы повели их в другой. Долой подобные проекты, и, собственно, строй Skyway, спасай планету. Благодарю за внимание. С вами Сукадоев Алексей. Выбирайте, инвестируйте в свое настоящее, в свое будущее. Присмотритесь к проекту Skyway, и, собственно, вы обеспечите действительно стабильность, счастливую обучение. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok